Четыре на подлёте к цели и три над городом. Благодаря удачному маневрированию и электронным помехам близко подобралась только одна, но двум другим самолётам повезло меньше. Никогда не забуду звук аварийного маяка в наушниках. Аварийный радиолокационный маяк включается, как только лётчик катапультировался. В тот день их было много. Несмотря на потери, мы поразили цель. Обратный полёт прошёл в тишине. Каждый думал о своём. Мы заходили на посадку, а я думал о всех других лётчиках, летавших на бомбардировщиках во все времена. Чувствовали ли они ту же эмоциональную опустошённость и физическое истощение, что и я, возвращаясь с первого задания? Хотя многое изменилось с тех пор, как в небо поднялся первый бомбардировщик, я думаю, что да. Многое изменилось с тех пор. Такие самолёты, как Б-2 «Стелс», воплотили в себе многие революционные изменения, сделавшие бомбардировщик практически неузнаваемым для лётчиков прошлого. Но неизменным осталось одно – люди по-прежнему являются ключевым элементом успеха или неудачи любого бомбардировщика. Члены экипажа бомбардировщиков описывали свою работу как долгие часы скуки, перемежающиеся минутами ужаса. Но люди, летающие на этих больших машинах, верят в свою задачу и готовы пережить минуты ужаса. Технические достижения уменьшили размер экипажа и повысили эффективность. Но взаимодействие по-прежнему необходимо для успеха. И хотя на смену массированным бомбовым ударам по противнику пришло сдерживание, бомбардировщик всё ещё является кроеугольным камнем национальной обороны и останется им в будущем. Режиссёр и сценарист Ли Фалкерсон Продюсеры Кит Лоренц и Ферт Гроуф-младший Исполнительный продюсер Мишель Эй Фурро Исполнительный продюсер Мишель Эй Фурро Исполнительный продюсер Мишель Эй Фурро Неаб avait. 10 секунд 1 9 8 7 6 7 4 3 2 1 1 Здесь, на авиабазе «Эдвардс», находящейся в пустыне Мохаве, штат Калифорния, отборный отряд авиаторов готовится шагнуть в неведомое.